Привет, друзья! Hello! Hello! Hola! Oi! Salut! Mirabai! Ciao! Как изучать языки по методу осемиль? Кто со мной не знаком, меня зовут Дмитрий. Я полиглот, кандидат в логических наук, преподаватель, лингва-коуч, человек, который обожает иностранный язык и который с удовольствием делится своими секретами, фишками. Напоминаю, для тех, кто присоединился впервые на мой канал, возможно, со мной не знакомы, у меня уже есть 4 полноценных плейлиста по английскому, немецкому, французскому, испанскому. 50 диалогов по методике Лес-7 от 0 до уровня А2. Затем 2 плейлиста турецкий для уровня А1 с 0. Он уже полностью есть на канале, это 30 диалогов. Португальский язык, он сейчас также, я его размещаю потихонечку, помаленечку, но уже, по-моему, 25 или 26 диалогов есть, тоже от 0 до уровня А1. И также в январе, кто был со мной, у меня был марафон по итальянскому языку, также по методике осемиль. И вас ждет 21 диалог по методике осемиль, плейлист итальянский по диалогам. Наша тема сегодняшнего эфира, как изучать языки по методике осемиль. Как я уже сказал, это моя любимая методика. И я вам подготовил пошаговый план, по которому, используя который и используя мои занятия на моем канале, вы добьетесь максимального успеха. Ну а сейчас, для тех, кто еще вдруг не подписался на мой канал в Телеграме, есть QR-код на экране, возьмите ваш телефончик, наведите его на экран и вступите в нашу группу в Телеграме. Почему я это прошу? Потому что YouTube – это больше форматы видео и наши прямые эфиры, которые я провожу раз в месяц. А на канале Телеграм мы можем с вами более оперативно обмениваться опытом, вы можете задавать вопросы, и мы можем с вами выбирать темы эфиров и темы видео. Поэтому прямо сейчас подпишись, вступи в нашу группу в Телеграме, и мы с вами продолжаем. Итак, я вам сегодня расскажу о двух вариантах. Стандартный вариант, ускоренный вариант, еще, кстати, будет суперускоренный вариант. Начнем со стандартного варианта. День первый. Давайте представим, что с понедельника вы начинаете изучать диалоги. Сразу вам скажу, что в этом случае ориентируясь на мои плейлисты на моем канале, если у вас есть физическая книжка, например, вот у меня здесь есть книга по турецкому языку, есть книга по португальскому языку, есть книга по испанскому языку, есть книга по итальянскому языку. Видите, я с собой привез, у меня уже рано 4 таких книги. Единственный минус, что все эти курсы, их нету на русском языке, и поэтому именно для вас я адаптировал данную методику на моем канале. Если же вы где-то на просторах интернета встретите, по-моему, есть асимиль английский, немецкий и французский. Если на просторах интернета вы где-то встретите, вы молодцы. Либо, если у вас есть хороший английский, либо французский, потому что методика асимиль – это французская методика. И на основе французского, либо английского языка вы можете в Европе или еще где-то приобрести эти книги и изучать языки по книгам, как делаю это я. Вот по таким книгам я изучаю мои новые иностранные языки. Но здесь я буду базироваться на том, что все-таки для большинства из вас доступны только диалоги на моем канале. Поэтому в первый день вы просматриваете одно занятие на моем канале. Новое занятие. Либо, если вдруг у вас есть книга, как я вам сейчас показал, вы работаете с книгой. Вы смотрите мое занятие, делаете записи в блокноте. Обязательно первый день, первый просмотр. Не просто смотреть и пить кофе. Конечно, вы можете приготовить вкусный чай или кофе, но делаете записи. И важно повторять вслух текст диалога. Вы знаете, как я начинаю каждое занятие на своем канале. Сначала я вам включаю этот диалог. Вы его слушаете. Вы пытаетесь понять, о чем идет речь. Потом я вам показываю текст диалога. Мы с вами его разбираем. Есть перевод на русский язык. Я даю свои комментарии. И потом вы тренируете произношение. Я еще раз включаю запись. И вы повторяете, читаете текст громко вслух. Я рекомендую это делать два раза. Первый раз можно остановить на паузу и повторять фразу. Спокойно повторили. Второй раз называется «shade win», когда вы не ставите запись на паузу, а вы практически сразу с диктором произносите вместе с ним текст диалога, имитируя его. Обязательно вот в такой последовательности. Потом я в своих видео даю грамматический материал. Кстати, методика «Семель» я беру только диалоги и аудио. Остальное я добавляю сам. Поэтому все мои курсы по методике «Семель» они авторские курсы. Я беру только оригинальные диалоги, написанные носителем языка и озвученные носителем языка. Но по книге также вы можете, по книге они дают комментарии, вы можете их прочитать. Итак, смотрим мое занятие, либо прорабатываем один диалог по книге «Семель», повторяем обязательно вслух текст диалога и запоминаем слова в приложении «Quizlet». Для всех моих курсов я для вас уже подготовил ссылки со словами и фразами данного диалога в приложении «Quizlet». Под каждым видео вы найдете такую ссылку. И, соответственно, в первый день вы прорабатываете это занятие, повторяете вслух текст диалога и также работаете со словами в приложении «Quizlet». Переходим ко второму дню. Напоминаю, что это стандартный вариант. Второй день. Прослушаем занятие в движении. Почти в каждом видео на моем канале я говорю, что второй-третий раз вы можете прослушивать занятия, не обязательно сидеть в видео, садиться за стол, потому что уже давно доказано, когда мы подключаем тело, мы запоминаем быстрее. Поэтому во второй день просто вы включаете наушники, если у вас есть беспроводные, либо громко в YouTube включаете урок и, например, занимаетесь какими-то делами. Я, например, люблю гулять, не знаю, в парке, в лесу, по набережной, у моря и, соответственно, слушать диалоги о семье. Вы делаете то же самое, но при этом подключаете тело, движение, либо какая-то уборка по тому, слушаете меня и повторяете тот же самый материал, который вы изучили в первый день. И, конечно же, используйте приложение «Quizlet», которое у вас должно быть на телефоне. То есть вы можете либо прослушивать данные модули, либо их пролистывать, и там есть несколько способов их запоминания. То есть во второй день вы повторяете изученный диалог в первый день, то есть это, допустим, вторник. И в третий день используем супертехнику с данным диалогом. Я думаю, что все из тех, кто сейчас подключился, вы знакомы с этой супертехникой, но еще раз вас познакомлю. Что такое супертехника? Вы берете этот же самый диалог, включаете только аудио с моего канала YouTube, включаете аудио и записываете текст диалога фразу за фразой. Можете еще раз прослушивать, пока вы полностью его не запишите на бумагу. То есть со слуха, не видя текст. Так, я куда-то перескатил. Не видя текст. Не видя текст, вы со слуха, ставя на паузу, записываете по кусочкам весь диалог. Затем вы в моем уроке открываете текст диалога и сверяете, как правильно вы написали этот текст со слухом. Потом вы этот текст, который вы записали со слуха, проверили в моем видео, вы переводите на русский язык. Не подсматривая в данное видео. Вы перевели на русский язык и, соответственно, потом смотрите на мой перевод в видео с этим занятием. Перевели. И затем с русского языка вы еще раз переводите на изучаемый язык, не подглядывая в тот вариант, который вы записали со слуха. Друзья, видите, какая-то супертехника. Вы со всех сторон работаете со словами и грамматикой. Сначала слушаем, записываем на слух, проверяем, все правильно. Переводим на русский язык, потом проверяем русский перевод по моему видео. Затем русский вариант переводите снова на изучаемый язык. И, конечно же, данная супертехника, она позволяет качественно проработать изучаемый диалог. Потом можно перевести этот текст, вернее, пересказать, либо записать, несколько раз прочитать слух. Это мы делаем в третий день. Итак, еще раз, стандартный вариант, план. Начинаем с понедельника. День первый. Просмотр видео занятия или проработка одного диалога в книге, если книга у вас есть. День второй. Во вторник. Прослушаем занятия в движении, плюс добавляем работу в квизлет. День третий. Среда. Используем супертехнику с данным диалогом. В четверг, пятница, суббота вы то же самое делаете с новым диалогом Норвумер 2. И получается, что в неделю вы прорабатываете два новых диалога. В воскресенье можно сделать днем отдыха. Можно сделать отдых, а можно и не делать, как у вас будет настроение. Можно отдохнуть, а можно еще раз повторить два диалога. Это стандартный вариант, который я рекомендую всем. Если же вы чувствуете, что хотелось бы побыстрее, тогда вначале, я вижу, что у нас сейчас больше человек, пожалуйста, друзья, подключайтесь, присоединяйтесь в мою группу в Телеграме и давайте там больше активничать, выбирать темы эфиров, темы видео и обмениваться опытом. Прямо сейчас, кто из вас новенький, вступайте в нашу группу в Телеграме. Итак, сейчас я вам представлю ускоренный вариант план. День 1, понедельник, например, утро, первая половина дня. Вы делаете также просмотр видео занятия, нового диалога или проработка этого же диалога в книге, если оно у вас есть. Вечером вы прослушиваете это же занятие в движении, плюс добавляете квизы. День 2, вторник, вы используете супертехнику с данным диалогом. То есть немножечко быстрее и получается, что ускоренный вариант у вас понедельник, вторник, один диалог, среда, четверг, те же самые шаги с диалогом номер 2, пятница, суббота с диалогом номер 3 делаете. И в неделю у вас получается 3 новых диалога. Воскресенье это отдых. Если вам базовый вариант, стандартный вариант кажется медленным, вы можете использовать ускоренный вариант, тем самым за неделю вы проработаете 3 новых диалога. Это два варианта. Базовый, ускоренный. Какие вещи тут нужно учесть? Важные моменты. Например, по книге. Если у вас есть книга, как, например, у меня, там немного меньше комментариев. Я свой курс, я его качественно дополнил. Там не только диалог, но очень много дополнительного материала. По книге вы можете, например, изучать один диалог в день. То есть с понедельника по пятницу получается 5 диалогов в неделю. Это же можно делать и с моими видео на канале. Если у вас позволяет время, у вас много времени, и вам надо получить быстрее результаты, у вас экзамен, поездка за границу, еще что-то. Я тогда вам рекомендую с понедельника по пятницу пройти 5 новых диалогов, а выходные, суббота, воскресенье, их повторять. И, допустим, с одним, либо двумя диалогами, которые вы изучили за эту неделю, использовать супертехнику. Но при этом не забывайте, важно качество, а не количество. Если вы чувствуете, что вы качественно прорабатываете, что вы можете по супертехнике спокойно относительно с русского на изучаемый язык перевести, у вас нету много ошибок, вы сверяетесь с оригиналом, окей. Но самое главное, я считаю, что изучение языка это качество, а не количество. Не забывайте про повторение уже изученных диалогов. Кто смотрит мои курсы на канале YouTube, то вы знаете, что каждое седьмое занятие на моем канале это обобщающее занятие. Я вам рекомендую, когда вы доходите до седьмого занятия, седьмое, четырнадцатое, двадцать первое, двадцать восьмое, тридцать пятое и так далее. Вот в каждое седьмое занятие, пожалуйста, еще раз прослушивайте изученные шесть диалогов. Потому что повторение и регулярность – это ключ к успеху. Ну и, конечно, не забываем, что мы занимаемся в удовольствии. Это должно вам приносить удовольствие и не напряжение. Если вы чувствуете, что вы подустали, необходимо немного снизить скорость, один день в неделю отдохнуть. Иногда, может быть, отдохнуть два дня в неделю, но не часто. То есть должно быть удовольствие. Обязательно в изучении языка должно быть удовольствие и не должно быть большого напряжения. Поэтому, вот видите, есть три алгоритма. Стандартный алгоритм, дальше ускоренный вариант и быстрые результаты, когда вы изучаете пять диалогов в неделю. Вот, друзья, это все, исходя из моего опыта, те моменты, на которые стоит обращать внимание. О чем еще, наверное, не сказал, я об этом говорил. Очень важно читать вслух, читать вслух диалоги, стараться имитировать носителя языка и, конечно же, те самые слова и фразы выписывать в приложение Quizlet. Но если вы изучаете языки на моем канале, то это все уже готово. Вам остается только этим воспользоваться. Пожалуйста, напишите под данным эфиром, под данным видео, с чем вы ходите с нашего эфира, что было самое полезное. А я с вами прощаюсь и увидимся уже в следующем прямом эфире в начале июня, друзья. Изучайте языки легко, интересно и с удовольствием. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok